Дорогие друзья, я думаю, что мы построим... Тема настолько необъятная, что рассмотреть все аспекты, все нюансы вообще не представляется возможным. Ну, поэтому, я думаю, мы какие-то обозначим самые основные рэперные точки, после чего я постараюсь ответить на ваши вопросы, если таковые будут. Сразу же хочу обратить ваше внимание на вот эту книгу, которая вышла в конце прошлого года, которая была написана мною совместно с Иваном Ковтымом, к сожалению, он не смог присутствовать сегодня. Значит, цветы ненависти, русскоязычная антисемитская пропаганда на оккупированных территориях. Значит, увы, тираж в нее практически меньше, чем за месяц полностью разошелся, но еще можно купить в отдельных книжных магазинах. Но сейчас, судя по всему, будет доп. тираж. Ну, это так, значит, небольшой рекламы. Значит, в сети есть первое издание этой книги, значит, не иллюстрированное. Вот здесь вот она снабжена. Вот сейчас вот были вопросы, почему нет презентации. Ну, к сожалению, по техническим причинам мы решили, значит, не перегружать. В сети есть первое издание, оно более скромное по фактуре, то есть это расширенное. Я как бы рекомендовал бы это, если будет интерес и возможность, значит, приобрести. Ну, сейчас вот ждем доп. тиража, издатель 105-й ремень. Значит. Вообще часто можно в публицистике, в литературе слышать, читать такую фразу, что 20-й век – это век пропаганды. Ну, правда, возникает вопрос, как в последующем, на залог уже наше столетие, потому что сейчас, по-моему, все эти технологии достигли еще более невероятных масштабов и результатов, соответственно, нежели чем в прошлом веке. Ну, слово пропаганды сейчас вроде как имеют такие крайне негативные коннотации, ну, естественно, так было не всегда. В том числе, кстати, и у нас в России, я про Советский Союз вообще не говорю, там слово пропаганды имело либо нейтральный, либо даже позитивный смысл. Ну, как бы, я думаю, большинство из вас прекрасно знает, что вся эта история уходит в глубину нескольких столетий, когда в недрах католической церкви появилась соответствующая конгрегация, и первоначально, как и большинство терминов, которые мы сегодня будем употреблять в ходе нашей беседы, коллаборационизм, тоталитаризм, фашизм, конечно, изначальное понятие серьезно отличается от того, что мы вкладываем в него уже сегодня. Значит, ну, мы не будем забираться в глубину этих веков, а действительно перейдем к веку 20-му, а точнее к событиям, которые начали происходить прежде всего в европейских странах после окончания Первой мировой войны, и которые сделали возможным этот фон, на котором, собственно говоря, и стало возможным проведение вот этой пропаганды, промывки мозгов, в том числе и пропаганды антисемитизма. Что это были за факторы? Это появление на политической сцене, прежде всего, европейских стран, новых режимов, государств нового типа, идеологии нового типа, причем как с правого, так и с левого спектра. Значит, ну, прежде всего, нас интересует, конечно, целый ряд государств, которые в нынешней политологии принято именовать авторитарными, тоталитарными. Ну, к слову, к слову, тотальный, тоталитарный тоже изначально употребил Муссолини по отношению к своему государству, и тоже отнюдь не в негативном смысле, а в позитивном. Также, к слову, слово коллаборационист, коллаборационизм тоже применил впервые маршал Петрен, глава режима Миши, тоже вполне в позитивном смысле, и только после войны уже это слово, это понятие приобрело негативную окраску. Иногда некоторые публицисты до сих пор путают его с таким ныне модным понятием, как коллаборация. Ну, это так мы чуть-чуть отвлеклись. Так вот, значит, эти радикальные режимы, причем справа и слева, они начали применять пропаганду очень массированно, очень массово, и достигли на этом пути достаточно больших успехов и внушительных результатов. Разумеется, подглядывали друг у друга, и Гитлер, Майнкапф, вполне откровенно писал о том, что ранее нацистская партия позаимствовала у тех же немецких красных. Ну, в частности, если я не ошибаюсь, там шла речь о листовках, насколько я помню. Он довольно подробно это описывает. Значит, ныне покойный, недавно вот умерший, известный историк американский Роберт Эден Герштейн, ну, Херстайн, правильно, наверное, потому что американский, автор знаменитого труда о нацистской пропаганде с таким провокативным названием «Война, которую выиграл Гитлер», вот вопрос действительно у многих возникал, книга переведена на русский язык, почему же он так назвал свою книгу? Ну, и действительно, помимо этого, приходится иногда задаваться вопросом и констатировать тот интересный факт, что Третий Рейх, да, нацистское государство, это, пожалуй, ну, один из немногих вообще примеров в истории того государства, которое просуществовало относительно недолго, ну, совсем недолго по историческим меркам, всего лишь 12 лет, и борьба с которым до сих пор, как ни странно, ведется, да, других примеров такого рода сложно назвать. Ну, есть здесь своя, безусловно, логика, почему это происходит. Ну, видимо, в силу такого вот террористического характера самого государства, тех целей и задач, которые нацисты ставили и которые воплощали. И, собственно говоря, одной из этих задач, можно сказать, центральной задач, была борьба с евреями, и с началом Второй мировой войны уже полномерное уничтожение европейских евреев, ну, и советских евреев после начала войны с Советского, против Германии, против Советского Союза. И, разумеется, исходя из этого, антисемитизм был и основным тезисом и нацистской пропаганды. В той же упомянутой уже книге нацистского лидера он довольно откровенно писал о своих планах и задачах в отношении евреев, еврейства. Правда, в русском переводе доступно нам, насколько я помню, речь идет о переводе, сделанном уже в 30-е годы для руководства ВКФБ, Карлом Радеком. Там несколько не точно приводится эта фраза, но, как бы так, в русском переводе она звучит. Гитлер пишет, борясь с уничтожением еврейства, я выступаю за дело Божие. Буквально она звучит несколько мягче, выступая против евреев, я борюсь за дело Божие. Но суть дела это не меняет, потому что уже в последующем Гитлер и его ближайшие соратники, функционеры, идеологи нацистской партии вполне себе недвусмысленно и откровенно говорили именно то, что они выступают именно за физическое уничтожение евреев. Более того, эти тезисы попали и в пропаганду, как адресованную населению. Собственно, Германии и европейских государств, так и пропаганду, адресованную населению от оккупированного Советского Союза. К примеру, я постараюсь поменьше цитировать, но какие-то ключевые моменты я все-таки постараюсь привести. Значит, вот управление пропагандой Ермахта выпустило в начале войны документ, в котором говорилось о том, как следует, как надо вести пропагандистскую обработку советского населения. И здесь совершенно открыто писалось авторами документа. Всем известно, что конечной целью этой войны является уничтожение большевизма и жидов, и вместе с этим создается свобода и спокойствие народов Европы. Ну, соответственно, после этого были призывы к сотрудничеству, напряженному труду и так далее. Документ этот я обнаружил в гаффе. Ну, в принципе, он достаточно известный, но его редко цитируют в полном объеме. Итак, антисемитизм был основным тезисом нацистской пропаганды. Есть, в принципе, так, две точки зрения на то, зачем нацистам нужно было применять этот способ мобилизации своих сторонников после прихода к власти самого немецкого народа и так далее, с моментом оккупации всех остальных. Зачем нужно было инфильтровывать вот этот, казалось бы, к началу XX века, да, до Первой мировой войны вполне себе маргинальные идеологии, собственно, даже для Германии до военной, до Первой мировой войны антисемитизм как-то считался признаком некультурности уже. Ну, как бы с войной все изменилось, и здесь вот первая точка зрения. То, что это именно был способ мобилизовать сторонников, мобилизовать народ, сплотить вокруг некого общего врага и под этим соусом дальше действовать, выполнить свои задачи. Ну, как представляется на самом деле, это была лишь дополнительная задача Гитлера и нацистов, потому что действительно приходится констатировать и приходить к выводу, что они действительно реально верили в то, что они, ну, в данном направлении транслировали с помощью пропаганды. Действительно, Гитлер был полностью, Гитлер и его ближайшие соратники полностью убеждены в том, что большинство, по примеру, делали у евреев, ну, и так далее, и так далее. То есть это убеждение было настолько сильно, что они, в общем, не изменили никаким образом свою точку зрения даже после начала войны и более того, еще усилили. Значит, вот это вот мы отметили с вами, что антисемитизм был основным тезисом нацистской пропаганды, точно так же, как антисемитизм был, собственно, основной, борьба против евреев была основным наполнением нацистской политики, как внутренней, так и внешней. Все остальное, идеи завоевания жизненного пространства, в том числе на Востоке, да, за счет советских территорий, порабощение, значит, европейских, ряда европейских государств, либо создание, значит, буферных государств, которые будут союзны Германией. Это все были, ну, как бы параллельные задачи, важные, но в некотором роде вторичные. И, собственно говоря, я здесь хочу чуть-чуть вернуться к этому тезису, почему до сих пор Германия, третий рейх, нацистская Германия, является государством, против которого продолжается борьба, ну, в том числе и в нашем государстве, да, против символики и так далее. Именно за счет вот этого, именно за счет того, что они объявили нацию, ну, сначала одну, потом присоединились цыгане, которые точно, совершенно предстояло, значит, уничтожить. По отношению к другим нациям такого не делалось. Значит, какие средства и методы нацисты использовали, значит, при достижении своих целей? Ну, я думаю, что нас сейчас в меньшей степени интересует период ранней нацистской партии, хотя постольку поскольку. Единственное, что по этому периоду я бы сказал, что, значит, определенные инструментариев вот в плане антисемитских идей нацистам предоставили выходцы из беженцы, эмигранты из бывшей Российской империи, распавшейся, да, после революции, по итогам Первой мировой войны. Значит, это не только, конечно, русские были, к ним относился вот такой теоретик нацистской партии и будущий министр по делам оккупированных в восточных территориях, как Альфред Розенберг, автор книги ВИФ XX века, где он тоже обосновывал. Безусловно, он искренне верил во все эти свои идеи. И вот он, как правило, из России, целый ряд других его коллег и других несвязанных с ним лиц. Ну, были среди них, кстати говоря, и русские эмигранты, имевшие, как правило, такой черносотенный опыт. Ну, мне достаточно будет сказать только один факт, привести один факт, что, собственно говоря, такую фальшивку, как протокол эсианских мудрецов, привезли в Веймарскую Германию. Именно русские эмигранты и бывшие выходцы из Российской империи оперативно перевели ее на немецкий язык, после чего она уже начала свое победное шествие, так сказать, по всему миру. И до сих пор вы знаете, что в некоторых восточных странах все это активно издается огромными массовыми тиражами. Ну, отдельная тема. Вот достаточно будет просто этот тезис озвучить, что, значит, определенную помощь, да, как бы такие выходцы из Российской империи, именно такие радикалы, они оказали уровень. И это для нас будет важно уже, когда мы перейдем непосредственно к подготовке пропагандистского обеспечения вот этих завоеванных территорий Советского Союза. Ну, собственно, не будем тянуть, и сразу же и перейдем, действительно, к концу 30-х, к самому началу 40-х годов. И то, что предшествовало к подготовке, и было связано с подготовкой вот этого, как часто называют, крестового похода на восток, ну, это тоже пропагандистский, конечно, такой ход был для того, чтобы привлечь своих европейских союзников к этому всему. Надо сказать, что пропагандистскому обеспечению вот этих вот мер по промывке мозгов нацистов уделяли тоже огромное значение. То есть нужно было убедить это местное, покоренное будущим, предстоящим, недалеким будущим населением в том, что вот новый порядок – это нечто хорошее, нечто позитивное. Да, мы знаем, что слова реально расходились с делом, что и привело в итоге к поражению нацистов. Но пропагандисты, собственно, специалисты по промывке мозгов отлично отдавали себе отчет в том, что если пропаганда будет, если слова будут расходиться с делом, то есть обещания какой-то сладкой жизни, что они делали постоянно, будут расходиться с реалиями оккупационной действительности, то, в общем, ничего хорошего из этого не выйдет. Так оно и вышло. Здесь я хотел бы небольшую ремарочку вставить по поводу известных, вот известных сейчас событий, связанных с таким заявлением Дмитрия Быкова по нашумевшим. Писатель. Да, вот. Потому что сейчас все активно обсуждают, и, ну, там два тезиса вызвали негативную реакцию. Ну, что касается его планов по поводу написания биографии генерала Власова в серии ЖЗЛ, нас это, как бы, сейчас не интересует, а вот его тезис весьма спорный, надо сказать, и вызвавший действительно бурю эмоций. Примерно так он это, если не ошибаюсь, обозначил. Что, мол, Гитлер бы мог найти достаточно много сторонников в русском народе, если бы он не проводил так жестко свою антисемитскую политику, ну, то есть и пропаганду, и мог бы привлечь интеллигенцию и так далее. Вот примерно так звучал этот тезис. Я, по-моему, не сильно не переврал его словам. Ну, на самом деле, действительно, многие очень удивились, и я в том числе, потому что мне-то представляется, что реальная картина, увы, значит, выглядела несколько другой. Ну, начать с того, что, к сожалению, нацистам действительно удалось, во-первых, привлечь на свою сторону достаточное число тех, кого мы называем коллаборационистами сегодня. И, увы, приходится признавать то, что это произошло во многом благодаря как раз жесткой антисемитской риторике, ну, и отчасти, может быть, даже и практике. И это не исключает интеллигенцию. На один из разделов, ну, заключительный, по сути дела, раздел вот этой нашей книги, собственно, он называется «Глашатая ненависть», посвящен, собственно говоря, наиболее характерным представителям тех пропагандистов из числа коллаборационистов, которые, во-первых, сами губились на эти лозунги, во-вторых, их активно продвигали. В их числе, кстати, вот, генерал Гласов, который по, значит, убеждению многих, он как бы не был антисемитом, но на самом деле ничего подобного. Мы довольно, значит, подобно останавливаемся на этом вопросе. Собственно говоря, самый главный известный Гласовский пропагандист Милетий Зыков, вот его тоже часто, ну, его, он погиб, судя по всему, в застенках гестапо, потому что там свадьня Куренция была и так далее, отдельный разговор. При том, что он сам был евреем, судя по всему, ну, не судя по всему, в общем, этот факт надо считать уже доказанным. Значит, мюнхенский исследователь Игорь Петров, настоятельно рекомендую всему, он активно присутствует в интернет-пространстве, его исследования, значит, они такие очень подробные и интересные, детективные. И вот он исследовал, в том числе, жизненный путь вот этого главного власовского пропагандиста Зыкова. Вот. Он, ну, так не брезговал, будучи сам евреем, значит, писать всякого рода антисемитские статьи, там, типа, вот газета «Заря» была для военнопленных, либо «Мехлес-генерал», там, ну и так далее, целый пласт. В общем, надиктовал он это все сам. Значит, помимо власова, там, значит, мы рассматриваем других гражданских коллаборационистов, которые присутствовали уже в, ну, гражданской оккупационной печати и так далее, и так далее. Так вот, они все, это же все были за каким-то, может быть, исключением, в общем, представители, да, довоенной советской интеллигенции, отчасти провинциальной, отчасти столичной, и, в общем, ничто им не мешало, во-первых, быть искренними антисемитами и продвигать все эти тезисы, как в пропаганде, в прессе, так и, в общем, оставаться таковыми, если им посчастливилось пережить войну, остаться на Западе, оставаться таковыми и после войны. К примеру, упомянутый Герстейн, Герстайн, да, мы договорились, он был свидетелем обвинения в середине 80-х годов на процессе «Народ США против Соколова». Соколов-Самарин это был заместитель главного редактора оккупационной газеты «Речь», которая выходила в Орле и была на центральном участке фронта самым массовым оккупационно-русскоязычным изданием, вполне себе антисемитским. Ну, вот переписка, опубликованная за последние годы, дает основания полагать, что Соколов-Самарин, в общем, не изменил своим ранним убеждением даже уже через много десятков лет после окончания войны. Процесс закончился тем, что его выслали в Канаду, где вот он благополучно умер там уже в конце 80-х или в начале 90-х годов. Значит, вот мы отвлеклись на эту ремарку, комментарии по поводу слов Дмитрия Быкова, просто призываю вас по... вот когда звучат такие тезисы, спорные весьма, весьма спорные, действительно, возмутившие общественность, ну, повнимательнее, как бы, анализировать действительность, в общем, в принципе, сейчас недостатка в добросовестной литературе, вот даже вот в интернете или достаточно много объективных спикеров на эту тему, в общем, в принципе, тут можно прояснить себе картину вполне себе, что это было не совсем так, как, ну, пытаются показать, ну, вот, некоторые авторы. и еще раз по поводу Власова маленькое, как бы, замечание, просто, значит, усиливая этот тезис, что действительно нет основов, никаких оснований полагать, что Власов не был антисемитом. Он был антисемитом, его пропагандисты были антисемитами, и вся эта пропаганда Власовского движения была непосредственно и очень тесно с этим увязана. Листовки частично опубликованы, в Власовском листовке частично опубликованы, достаточно много опубликованы. Вот, в фондах наших архивов, в том числе московских, они очень богато представлены, в общем, каждый желающий может в этом убедиться. И есть куча, помимо этого, куча свидетельств, значит, неопровержимо доказывающих то, что Власов... Ну, если уж мы заговорили о Власове, в общем, мы уже переходим непосредственно к началу войны нацистов против Советского Союза, Великой Отечественной войны. И тут, значит, нужно пару слов о структуре. Значит, в нацистском государстве, как и во многих государствах такого типа, ну, оно, конечно, уникально по-своему, за то или иное направление зачастую отвечало сразу несколько ведомств. Так и за пропаганду. Ну, нам кажется как бы естественным, что министр пропаганды, он и должен отвечать за всю пропаганду в Третьем Рейхе, да, доктор Геббельс, министр пропаганды и народного образования. Ну, да, действительно, это был, значит, функционер, нацистский функционер, достаточно рано примкнувший нацистскому движению, хотя, примыкавший к левому его крылу и позже уже только перешедший уже во второй половине двадцатых на сторону непосредственно Гитлера, то есть, у него в анамнезе еще такая, ну, не левая, а леватская, леватская идея, как бы, деятельность, плюс, он был гавуляйтером Берлина, традиционно, красного города. В общем, он знал, против кого он борется, знал это и прекрасно применял пропагандистские приемы, потому что знал и красную большевистскую пропаганду отлично. Безусловно, это был самый талантливый, самый продуктивный пропагандист нацистской Германии, но не он один этим занимался. Более того, Геббис практически никакого отношения к походу на восток, за одним небольшим исключением, на котором я остановлюсь ниже, он не имел, потому что за пропаганду во время войны Германии против Советского Союза отвечали военные пропагандисты Геббису никак не подчинявшись, у них было свое военное руководство. И конкретно это был совершенно мало кому известно сегодня военный чиновник, полковник на тот момент с 42-го и с 43-го года генерал-майор Хасов Хоноведа. Если я не ошибаюсь, он даже не был объявлен никаким нацистским военным преступником, беспокойно перешил, войну оставил мемуары и в общем никакого наказания он не понес. Собственно на чем-то и лежит основная основной груз ответственности по промыванию мозгов на оккупированных территориях Востока, как говорили нацисты. Именно на нем и на даже ведомстве, которое возглав Розенберг, Министерство по делам оккупированных восточных территориях, где тоже был отдел пропаганды, но никакого сравнения с военной пропагандой, с ведомством Геббельс, Министерства пропаганды. Тут даже не стоит сравнивать. Хотя есть некоторые историки, специалисты, которые ложно утверждают, что главным застрельщиком пропаганды был Розенберг. Видимо, основа исток на том факте, что он был министром. Ну, ничего подобного. Так вот, именно Хаса фу на ведали его подчиненные, а ему подчинялись, во-первых, все войска пропаганды вермахта, и, поскольку войска СС тоже находились в боевых условиях, в оперативном подчинении вермахта, то также и военные корреспонденты, военные пропагандисты войск СС. Собственно, их возглавлял штурбанфюрер Дюнтер Дальгая, большой друг Ласова, кстати. Значит, Хаса фу на ведаль руководил управлением пропаганды, которая стала чуть позже управленческой группой, и, в общем, до середины войны это направление активно развивалось в немецкой армии. Росло численно, росло по задачам, ну, после того, как произошел перелом в войне, как бы, да, произошло некоторое численное сокращение войск пропаганды, и, значит, было выделено отдельное управление, ну, подразделения информации были выделены отдельно. Что собой представляли войска пропаганды вермахта? Вот это, собственно говоря, нас интересует, наверное, в большей степени, потому что мало кто представляет эту структуру, и, ну, как-то она не очень активно нас освещается. Впрочем, западных исследований на эту тему вполне себе достаточно. Значит, вот это управление, естественно, находившееся в Берлине. Далее, собственно говоря, шли полевые подразделения, которые отвечали за ведение этой пропаганды непосредственно в прифронтовой зоне оккупации и на фронте, да. Были роты пропаганды, то есть было, значит, видимо, решено, что такая форма, да, такой размер подразделения, ну, в войсках СС были в своды, в свода пропаганды. Такая форма позволит наилучшим образом решать задачи. Каждая такая рота, а численность ее, ну, нам кажется, естественно, ну, численность роты, да, там, 100 человек, примерно, мы представляем, это служил в армии. Но вот рота пропаганды вермахта составляла только по штату 200 с лишним человек, а в полевых условиях и в особых условиях она могла значительно больше быть, то есть фактически речь может идти про батальон, ну, скажем, знаменитая 693-я рота пропаганды, которая отвечала за центральный участок фронта и его оккупированную, оккупированную как бы область района, ну, приданная 2-й танковой армии. Только одних коллаборационистов, то есть одних русских людей, пропагандистов же, служило там около 200 человек. Ну, в частности, там же служил Октан и упомянутый Октан, кстати, получил целый чинь майора вермахта и тот же Самарин упомянутый уже в связи. Сгерстайна. Это были редакторы, его заместитель Орловской оккупационной газеты Речи. Таким образом, добровольным помощникам нацисты уделяли очень значительное внимание. Вот мы видим по численности, что едва ли не половина численного состава такой роты пропаганды в некоторых случаях были представлены непосредственно представителями оккупированного народа. Всего было 15 рот пропаганды на Восточном фронте. Значит, это то, что находилось на, что называется, передовом краю, на линии огня и чуть-чуть за, в зоне оккупации А, так называемой. То есть, армейской зоне оккупации, там, где военные отвечали за ведение, проведение вот этого нового порядка. Ну, весьма кратко о задачах рот пропаганды следует отметить также то, что они занимались помимо обеспечения на оккупированной территории вот этого информационного обеспечения, значит, информационно-пропагандистское обеспечение собственных войск, да, забота об их воевом духе, так сказать. То есть, ну, роль были другов отчасти выполняли в первый период войны, потому что в 44-м или в 43-м году появляется же уже национал-политическое руководство войсками, которого раньше не было в Вермахте. Значит, пропагандистское обеспечение собственных войск и пропагандистская обработка противника как за линией фронта, да, то есть, красноармейцы и жители, ну, собственно, Советского Союза, так и уже оккупированных территорий. Вот их основные задачи, в числе, и, значит, распространения плакатов, листовок, печатной пропаганды, вот организация, значит, газетной переводики радиопропаганды. Значит, зона оккупации Б, это дальше на запад, там вместо пропаганды были отделы пропаганды, их было уже гораздо меньше, в общем, по группам армии. Ну, там отделы было на Крым и на Кавказ, то есть, всего пять отделов пропаганды, основные это были А. У. Украина и В. Белоруссия, да, Вайсфутене. Значит, ну, аналогичные задачи, просто координация больше. Значит, Е, это зона оккупации Б, это зона ответственности уже министерства по делам оккупированных восточных территорий, но, как мы видим, и здесь пропагандисты Ермахта были главными. Ну, и, собственно, в лагерях для военнопленных там также задачи по пропагандистской обработке и вербовке военнопленных в лаборационисты на сторону Третьего Рейха тоже занимались те же самые военные пропагандисты. То есть, мы отметили, да, что роль Ермахта и, ну, в меньшей степени войск СС была очень-очень велика, она была главной. Что же касается министерства пропаганды самого Геббельса, то, в общем, хотя ему и не подчинялись пропагандисты непосредственно на линии фронта, но они оказывали консультативную помощь подчиненным Хаса фон Веделя. И более того, в самом Берлине существовало, была создана непосредственно перед войной, но в начале 41-го года такая организация как Венета. Поначалу личный состав этой Венеты пропагандистское образование, оно именно было образованием при Министерстве пропаганды, подчинялось Геббельсу. Значит, его личный состав был представлен ну, на первых парах, на первом этапе, собственно говоря, представителями эмигрантской общины, русско-эмигрантской общины, в первую очередь, Берлина. Да, безусловно, к началу войны русских было уже меньше гораздо, в Германии, кто мог, кто-то уехал, и, ну, нам кажется, что остались там самые непримиримые, самые радикалы, правые, но далеко не всегда это было так, потому что у многих людей просто не было возможности, и это превращалось в настоящей трагедии иногда, эмигрировать вовремя, и вот, в частности, в Венете на службе оказался родной брат Владимира Набокова Сергей в роли переводчика, никаким нацистом, естественно, он не был, более того, позже он погиб в нацистском консулагере, но надо было, видимо, как-то выживать, и вот он оказался там на службе. Русский отдел, кстати, этой Венеты был самый большой. Чем занималась Венета? Перевод, составление листовок, значит, запись граммопластинок, все в интересах психологической обработки, в том числе антисемитской населения, оккупированных от территорий Советского Союза. Ну, были группы поменьше, прибалты, украинцы, белорусы, кавказские народы, значительно меньше по численности, но они занимались тоже этим. И также Венета занималась такой экзотической деятельностью, как создание таких театральных труп, которые разъезжали тоже по оккупированным территориям, давали концерты, и между исполнением там концертов, каких-то спектаклей, в общем, тоже впаривали вполне себе пропаганду, в том числе и задержащих антисемитские тезисы. На эту тему кого заинтересует, я адресую прекрасной работе Михаила Близнюка, которая, собственно говоря, посвящена деятельности этих театральных групп, она продается, она доступна. Значит, еще я хотел бы, прежде чем перейти к ответу на возможные ваши вопросы, хотел бы тоже кратко, может быть, сказать о формах, методах непосредственно уже на оккупированной территории, с помощью чего нацисты, их пособники, пропагандисты, добивались своего, и что здесь было главным, что было второстепенным. Ну, понятно, что за основу всего, в основе всего была печатная пропаганда, это, ну, листовки, разумеется, и, собственно говоря, с этой формы пропаганды советские люди, прежде всего и наслужащие, ну, и обычные советские люди сталкивались вот после начала войны, потому что листовки печатались какими-то совершенно немыслимыми, да, даже по нынешним меркам тиражами. Тираж некоторых образцов листовок, в том числе вот самых антисемитских, ну, в том числе одной из самых знаменитых, с этим лозунгом пресловутым «бей жидав политруха, рожа бросит кирпича», он достигал нескольких миллионов. Вот, немыслимое для нас, казалось бы, да, и все это доставляло с помощью авиации, специальных боевых, агенционных боеприпасов, ну, разбрасывалось как-то вот над свободной частью, ну, и на оккупированной территории тоже листовки имели место быть. Масса литературы тоже на эту тему, я уже сказала. Значит, во второй очередь, периодическая печать, здесь тоже целый огромный перечень этих изданий, речь я уже упомянул, но были в каждом более-менее крупном или даже не очень крупном городе, районном центре, значит, соответствующие газеты, вот здесь присутствуют основных специалистов по, значит, газетной вот этой вот периодике русскоязычной печати, оккупационной печати Иван Гребков, который свистил на эту тему диссертацию и вот ему прям лежит заслуга по выявлению свыше 500 наименований, да, потому что до того, как он начал эту работу, если не ошибаюсь, специалисты говорили где-то 250, да, 300 наименований только вот русскоязычных газет и журналов вот оккупационных. То есть тоже адресую к работам этого автора. Их достаточно много, в том числе в интернете представлено. Следующее это радиопропаганда. Ну, собственно, для самого Гиббельса радио, как известно, он называл его главным вообще средством, но еще в ходе борьбы за власть, после прихода нацистов к власти и даже известен такой плакат, где изображен так называемый народный приемник, дешевый приемник, то есть им нужно было охватить всю Германию. Они это сделали на оккупированной территории Советского Союза это было сделать сложнее, потому что до войны радиоприемники у нас нумеровались, подлежали сдаче в случае начала боевых действий. Так оно и происходило, но где-то не успевали. Значит, радиоточки восстанавливались оккупантами, вот в крупных городах везде вещание начиналось вновь и тоже как бы вот они впаривали эту свою пропаганду, в том числе антисемитскую, вполне себе массировано. и значит да, по поводу печатной еще можно упомянуть плакаты, но это отдельные направления воззвания к местному сфере. Ну и наконец средства кинематографа также активно задействовались, хотя, конечно, процентом соотношения это было гораздо меньше. В частности, было кинообъединение Восток-Пост, которое занималось производством документальных таких роликов для пропагандистского обеспечения местного населения для устарбайтеров, для полиции. Такие фильмы известны, частично тоже их можно посмотреть в интернете, они вот вполне доступны на YouTube. Значит, ну, крутили, разумеется, и художественное кино. Вообще, надо сказать, что такой парадокс есть, что нацисты не использовали, как представляется, в полном объеме, ну, в частности, для цели антисемитской пропаганды, возможности художественного кинематографа, можно назвать всего лишь несколько фильмов откровенно нацистко-пропагандистских. Просто по пальцам, наверное, одно или двух рук можно назвать. То есть, по сравнению с Советским Союзом, да, тут даже нечего сравнивать. Основной объем немецкого кинематографа составляли развлекательные комедии. Все мы помним и знаем Мари Курек, да, и целое там, вот это вот, они как бы развлекали население, но перед этим давали документальные ролики, да, дедовичу Хеншау, где уже пропаганда имела место быть. А из художественных фильмов, ну, самый антисемитский, самый известный, документальный фильм, вечный, Жит и, соответственно, Юда Зюс, ну, Еврей Зюс, это фильм художественный, значит, все это крутилось. Еврей Зюс это как Фейхт Вангер? Нет, это не только Фейхт Вангер написал роман Еврей Зюс, Еврей Зюс, например, Гуга Гауф, у Гауфа была одноименная, значит, романтическая, значит, повесть, поэтому этот сюжет многие немецкие авторы рассматривали и не только Фейхт Вангер, значит, тут, конечно, Зюс вот показан, Зюс это вполне реальный Зюс Аппенгеймер, реальный персонаж 18 века, как же в Вёртенберге, да, действовал в придворье там, одного из герцогов. Вот этот фильм был переведен на русский язык и крутился с большим как бы успехом, на него водили там целые коллективы, в том числе школьников, большие отчеты про это кино прям публиковались на страницах той же оккупационной печати. Значит, подходя уже к завершению своего выступления и дальше я уже ну, буду отвечать на ваши вопросы, просто несколько слов о судьбах, да, конечно, большинство вот этих вот пропагандистов сумело избежать какого какого бы то ни было наказания, ну, были исключения. Вот эти власовские пропагандисты, да, или те пропагандисты, которые служили в соединениях и частях вооруженных конкупационистов, ну, в данном случае, ну, из числа бывших сайских граждан, так в целом, скажем. Да, им, конечно, не повезло в большей степени известен случай, когда была, значит, в 45-м году уже расстреляла, ну, уничтожена, физически уничтожена рота пропагандисток, женщин-пропагандисток РОА, ну, ВС Конор, они уже тогда назывались, вооруженные силы комитета освобождения народов в России. Собственно, ведь проект Власова, вот эта вот Власовская армия, так называемая, они долго и были только пропагандистским проектом, реальную боевую силу Власов получил только из рук СС, кстати, Гиммлера, только в конце 44-го года, и, ну, вот, эти соратники Власова, там, например, Желенков, да, был главным пропагандистом, его, его, как известно, судили здесь, в Москве и повесили, да, то есть, вот этих пропагандистов ждала такая, значит, участь, но большинство все-таки пропагандистов на оккупированных территориях, вот этих вот журналистов всех, они сумели благополучно избежать выдачи, остаться на Западе, это были востребованные, в принципе, для западных союзников, ну, бывших, да, союзников, после того, как началась уже холодная война, кадры, многие попали, например, на службу в институт по изучению СССР в Бюнхене, ну, пополнили ряды, значит, радиостанций, там, Свобода, там, вот это вот, и немецкая волна, да, в Америку многие уехали, то есть, они вполне себе благополучно, в общем, занимались той же пропагандой, но уже под другим углом, ну, против СССР, многие из них, кстати, оставили воспоминания, мемуары, где, конечно, они нивелировали вот эту свою деятельность, ну, например, один из самых таких яростных антисемитских журналистов, редактор киевской газеты, русскоязычной киевской газеты «Последние новости», Дудин, вот он лил крокодиловы слезы по поводу того, что нацисты перегнули палку с антисемитизмом, ну, хотя сам писал вполне себе статьи такие антисемитские, вот после войны он благополучно писал мемуары. Значит, дорогие друзья, я, наверное, так очень кратко и, ну, буквально тезисно обозначил какие-то основные направления, наверняка я что-то, естественно, поскольку тема, повторюсь, необъятная, что-то упустил, поэтому я предоставлю микрофору вам. Я думаю, вопросов, да, я думаю, что можно, ты запросы слышно, да, пожалуйста, вопросов? вопросов, да. Ну, пожалуйста, молодой человек, да, 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 я думаю, что у нас время еще... Вы знаете, вот в самом начале вы упомянули про так лосьонских пудрецов, кто, 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 как бы, был автором этой фальшивки, и можно ли сказать, что она, мне стало виду и долю, как бы, в разжигании фашистской идеологии, как бы, то, что пошло. Нацистской. Нацистской. Нацистской, да, да. Будем аккуратны в терминах, потому что сейчас вообще, как бы, ну, небольшое, небольшое отступление, сейчас вообще, как бы, предается, ну, мы уже рассмотрели на примере, да, тотальный, колаборационист, все как-то, слово пропаганда, тоже вот оно, значит, нацистской идеологии, протоколы северских мудрецов. Ну, насколько известно, на эту тему достаточно много вышло таких хороших, добросовестных исследований, сейчас доподлинно известно, кто конкретно отвечал за изготовление этого текста. Это было сделано подчиненными Рачковского, да, возглавлявшего зарубежную агентуру охранки вот, российской, в самом начале 20-го века. За основу этого текста был взят на тот момент уже прочно забытый французский антисемейский текст, значит, диалог в аду между евреями и дьяволом. Ну, собственно, сам текст, да, вот он прям принадлежал русскому, значит, автору, полицейскому, получается, да, или жандарму, там, охранка. Ну, вот, значит, авторство установлено совершенно как бы четко, точно. Было ли это основным текстом, который именно один только и всего лишь один именно позволил разжигать антисемитизм, ненависть евреев? Наверное, нет, наверняка нет. Это, пожалуй, только, пожалуй, самый известный, да, потому что больше всего изданий, больше всего переводов на зарубежные, ну, сначала европейские языки, затем вот уже языки других стран. Сейчас, повторюсь, на восточных государствах некоторых это очень большой популярностью пользуется. Помимо этого было множество других текстов и каких-то печатной продукции, да, антисемитского плана, который с таким же успехом разжигали эту ненависть. То есть, это вот один из документов, ну, самый известный, конечно. Я надеюсь, я ответил. Пожалуйста, да, я вижу все. Вопрос такой, немножко может быть длинный. Вообще, кто-то оценивал эффективность с точки зрения разжигания антисемитизма этой пропаганды? Я к чему говорю? Вот, черта оседлости, где бушевала гражданская война, там около четырех миллионов евреев проживало. Погромные было где-то пятьсот-шестьсот тысяч семей. Каждый по пять-шесть раз громили и десятки сотни людей участвовали. Значит, речь о многих сотнях тысяч погромщиков. В сорок первом году всем им было там сорок-пятьдесят лет вполне возраст. Что их, зачем понадобилась нацистам эта пропаганда? Они думали, что их советская власть интернет-аналистическая пропаганда перевоспитала? Я понял. Зачем вообще? Я частично уже ответил, зачем нацистам понадобилось. Да. Они были, во-первых, убеждены в своей правоте, это были их убеждения, они по-другому не могли. Уж Гитлер точно, Гебельс точно, Гиммлер сто процентов. Были какие-то рационально мыслящие, может быть, нацистские функционеры, ну, например, из того же армейцев, вермахта, которые по-другому мыслились, там, и не были антисемитами, были и такие. Но верхушка нацистам, безусловно, значит, верила в эти тезисы антисемитской пропаганды. А кроме того, мы упомянули о погромщиках из числа местного населения. Да, иногда и не требовалось никакой... Это массовый был, это... Ну, безусловно, как известно, очень многие погромы прошли в 1941 году еще до прихода, до входа, частей вермахта в эти города. Это касалось и Прибалтики, и Белоруссии, и Украины, и южных регионов России, и некоторых западных районов, да, где была черта оседлостья РСФСР, в ряде, да, увы, к сожалению, да, такие факты имели место быть. Ну, а дальше, зачем это требовалось как бы внушать, да, даже когда эти акции по уничтожению евреев были так жестоко проведены уже и евреев-то уже не было, казалось бы, да, но эти тезисы постоянно звучали, звучали, продолжали звучать, но они приобрели некоторый другой угол, да, то есть по мысли, по убеждению и по тому, что они внушали, большевизм был тесно связан, да, большевик равно евреи, они говорили, или англо-еврейский полутократы, да, то есть союзники это тоже евреи, там, ну, целый, как бы, пласт этого, то есть война, да, эти местные евреи были уничтожены, но, как бы, ну, мы еще продолжаем, как бы, борьбу против, значит, тех, кто находится в другую сторону фронта, то есть все равно антисемитизм продолжает. Да, но это направлено все-таки уже не внутри, а именно на армию, на советскую армию, там, английскую. Не обязательно на армию, но в местной пропагате, там, в тех же газетах это все, это активно продолжалось. На армию, конечно, в виде листовок это все продолжалось, но на армию, как бы, эта листовочная пропаганда, она в меньшей степени действовала, существовал очень жестокий, жесткий запрет, да, за чтение листовок некоторый особист мог просто и перед стоем расстрелять. Такие, в общем, факты, ну, не всегда, но, в общем, они как бы известны, и, ну, по крайней мере, директивы четкие существовали о том, что листовки, не читая, собирать, уничтожать, ну, какую-то часть, да, они сдавались, вот, подшивались, сдавались, там, в спецхронах, они потом, и сейчас мы их можем видеть, Пожалуйста, да. Здравствуйте, Дмитрий, я вам Приворий, что есть, я не заявляю на тему о том, что, расскажите о технологиях, помогали, вы рассказали, по большей части, о том, что происходило, а не как это происходило. Ну, скажите, по-другому, с того, хотя бы, основные тезисы, выучить, значит, как только выезжала в, не сказать, пропаганда, а не семейская, и, скажите, пожалуйста, еще раз в названии вот ваших мнений, которые вы согласны, что еще почитать можно по теме именно пропаганды. Спасибо. Да, ну, я вынужден, да, понести извинения еще раз, просто рамки нашей встречи не позволяют более подробно и развернуто сказать обо всем, о чем, может быть, и нужно было сказать, поэтому, еще раз говорю, чего-то я наверняка упустил, значит, книга, вот, которая вышла в конце прошлого года, еще раз напоминаю, называется «Цветы ненависти русскоязычной антисемитской пропаганды на оккупированных территориях», издательства «Пятый Рим», значит, это, ну, второе уже дополненное издание, первое, оно, ну, как бы доступно в ПДФе, оно, ну, оно чуть-чуть менее информативно, оно не иллюстрировано, значит, на эту тему также можно достаточно, как бы, ну, много литературы, которая примыкает, ну, вот, непосредственно в том аспекте, как мы с Иваном Ковтоновым коснулись, значит, есть статьи, достаточно много статей, ну, вот, по Крыму, скажем, по Украине, там, работы Михаила Тяглова, значит, вот, статьи присутствующего Ивана Грибкова, значит, по пропаганде шире чуть-чуть, вот, психологическая война надавну нескольких авторов, ну, они родственники все, Филоненко, там, четыре человека, здоровые, они несколько лет назад выпустили такой альбом, в том числе, там, антисемитская пропаганда, это в основном по фондам местного, воронежского архива, и там листовки очень богато представлены, есть книга, посвященная листовкам и плакатам, в основном, пропуск в рай, она доступно продается, с неплохими статьями, вводными, и в том числе, да, антисемитские звучат, то есть, есть работы, статьи, книги, так, Ильи Альфмана, «Жертвы ненависти», ну, она больше такая про холокост, но по пропаганде тоже есть, то есть, ну, на самом деле, литература, она достаточно обширна, но вот именно по таким примыкающим темам, есть там отдельно по холокосту, отдельно по коллаборационистам, по пропаганде, вот у Окорокова была книга «Особый фронт», но не могу полностью рекомендовать, тоже она, по-моему, доступна, до сих пор, хотя вышла несколько лет назад, там он делает ряд, я бы сказал, существенных ошибок, вот в том числе в плане структуры, например, по его мнению, главную роль играла на оккупированных территориях в деле расширения, в деле пропаганды Министерства Розенберга, Министерства по делам оккупированных восточных территорий, это абсолютно не так, это сблуждение этого уважаемого ученого, но другие его книги можно посмотреть, там тоже он напосредственно касается, вот «Фашизм и эмиграция» очень хорошая книга, она правда вряд ли доступна сейчас. Значит, отвечая непосредственно на ваш вопрос, что касается тезисы, я понимаю, вас интересуют, я, пожалуй, приведу, хотя я обещал не особенно цитировать, но просто отвечаю на ваш вопрос. Ну вот, например, такой документ, то есть это мы будем представлять, какая тематика вообще была, если мы говорим об антисемитской пропаганде. Вот, например, в частях в Ласовской армии, а непосредственно в школе пропагандистов, которая готовила пропагандистов для из русских военнопленных, для нужд вот этого, ну, для своих нужд, рекомендовалось, был выпущен такой бюллетень и предлагалось, ну, к примеру, вот две, лекция номер 4 «Еврейский вопрос», номер 23 «Еврейство в России». И в рамках этих лекций предлагалось рассмотреть следующие вопросы. Негативное отношение к евреям других народов. Второе, спонтанные еврейские погромы. Третье, финансирование евреями большевиков перед революцией 1917 года. Затем, преобладание евреев в политбюро вперед захвата власти большевиками. Затем, исполнение еврейской программы «Мести всему нееврейскому миру». Затем, уничтожение евреями религии, национальной русской культуры. И, наконец, борьба против большевиков неразрывно связана с борьбой против евреев. Это основной тезис, который, значит, эксплуатировался на протяжении всей войны. Еще раз, нацисты делались на краевство, где еврей, там большевик, и наоборот. Я надеюсь, я кратко ответил на ваш вопрос. Если вас интересует, что более подробное, не знаю, адресую вас национальности, как вообще. Здравствуйте, еще, кто-то, были руки, да? Да, пожалуйста. Немерия, скажите, пожалуйста, насколько можно поверить обыскенность в убеждении? Звучало, что не было в Глацов, в Самаре, в Инстаграме, потому что не секрет, что для того, чтобы быть лаверным нацистом, нужно было исповедовать антисемитское утверждение, да? То есть в периодике появлялись определенные части страниц, чтобы писать антисемитские статьи и так далее. И даже на отдельные антисемитские пассажи видим пробователь митрополита Сергия Воскресенского из того, что православные миссии. Ну, я думаю, что врезаем так, но в связи с тем, что подокупаться, была территория, там открывалась церковь, в большей степени это было искреннее убеждение, да, вот этих людей? Или все-таки это была кунюхова пропагандистов, да? По-разному, очень по-разному. Действительно, часть была абсолютно убеждена, и как вот, например, Соколова-Самарина мы вспоминали, вот, сместителя Октана газета «Речи». Ну, вот, это были, судя по всему, его убеждения. Были другие пропагандисты, вот, журналисты такого рода изданий, Влементаль Тамарин, можно вспомнить, это вот все, которые выехали, Макриди Стэннерас, целый ряд других. А были, безусловно, просто ганью-октурщики, которые до войны были, работали, там, например, в какой-нибудь районной или областной газете, рабочий куть какой-нибудь, были обычными советскими журналистами, писали передовицы. И, кстати говоря, вот по стилю очень просто, стиль тот же самый остался уже в условиях оккупации, просто поменялись акцент, поменялась именно вот риторика наполнения. Они, в общем, были к ним птурщиками и после войны, да, вроде как, ну, не каялись, а даже говорили о том, что, да, нацисты неправильно делали, что проводили антисемитскую пропаганду, ну и так далее. что касается представителей вот церкви, ну, религиозная пропаганда, ну, в общем, занимала какое-то место, ну, довольно важное место, да, в пропаганде нацистов, они делали на этом акцент, что в силу того, что большевики боролись с религией, вот мы религию возрождаем и так далее, в общем, да, представители церкви зачастую, да, включались в этот процесс, да, по промывке мозгов, у них были для этого, во-первых, церковные, да, воны, ну, и во-вторых, страницы печати, и были предоставлены и радио, и я думаю, что некоторые из них тоже были вполне себе искренне вот в своих антисемитских конструкциях. Не знаю конкретно, что касается Сергия Воскресенского, он такой был все-таки расчетливый, не надо забывать, что это был один из четырех иерархов нерепрессированных перед войной, да, который находился на свободе, ну, русской православной церкви, вот, Московской, и он один остался на оккупированной территории, есть версия, что он был оставлен с подачи местомлюстителя, будущего патриарха, патриарха Сергия Строгородского, что на случай, если война пойдет не так, что, ну, нужно попытаться в любом случае сохранить преемственность, сохранить церковь, вот этот институт, поэтому действуй. Ну, такая версия есть, я думаю. Вот, я надеюсь, ответил. Пожалуйста, еще вопросы, да, пожалуйста. Да-да-да. Вы касались, в связи с тем, что произошло присоединение Крыма, вы касались тем, что там были работы, изучающие оккупационные режимы на территории Крыма, не могли бы немножко развить версию, были какие-то особенности? Ну, Крым в период Великой Отечественной войны принадлежала РСФСР. Значит, вот, да, потом Украина. В нашей работе, у нас есть несколько работ, в частности, посвященные полицаям, да, нам это очень помогло, потому что их архивы, в тот момент, когда Крым еще был украинским, там свободный доступ и вот эти архивы Крымского СБУ, они были открыты, и очень богатый материал можно было оттуда почерпнуть. Сейчас это, к сожалению, все закрыто, но мы успели воспользоваться. Так что, вот, еще одна книга полицая, вот в этой серии, одна из предыдущих, да, 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 там по Крыму вот очень много. По Крыму, значит, Тиаглы, по Крыму специально очень много, собственно, крымский историк Олег Романко, ну, он там, собственно, в Симферопольском ВУЗе там трудится и все, и никуда не уезжал, так вот он и продолжает. У него вышло очень значительное число книг, вот в Москве, в том числе, и в крупных издательствах, там, вот Коричневые тени в Полесье, это по Белоруссии, по Крыму у него вообще отдельная, там, здоровая вышла, если не ошибаюсь, экспо Яуза. Но она доступна, еще можно купить, я не помню точное название, но там вот конкретно по оккупации Крыма. И, по-моему, он не он там один, то есть там несколько авторов, там довольно подробно, и она такая неплохая книга, вот, это вот, пожалуй, в первую очередь мог бы рекомендовать, она продается еще, если я не ошибаюсь. Ну, в любом случае, можно достать, как-то погуглить, посмотреть, название сейчас точно не скажу, но Крым, оккупация, как-то можно набрать, там, то есть, вот, прежде всего, вот это. По Холокосту в Крыму выходили работы, вот, по-моему, Тиагова как раз, по пропаганде статьи, вот тоже названных авторов, то есть, ну, литература есть. Вопрос в том, что были там какие-то особенности? А, все, я понял. Особенности оккупационного режима в Крыму, ну, как правило, называют вот этот крымско-татарский фактор, ну, нас вот, с моим коллегой, с автором, это интересовало в меньшей степени, ну, потому что там была, эта пропаганда была нерусскоязычная, да, это мы крымско-татарские, к сожалению, не знаем, нас некоторые рецензенты в этом упрекали, то, что мы назвали, первое издание книги на первых территориях РСФСР, а как же так, мы же не рассмотрели антисемитизм у татар, антисемитизм, там, ну, вот, вот это вот все. Ну, мы обозначили, да, что это единический, территориальный принцип. Значит, были свои, свои специфики, мусульман, значит, мусульманская религия использовалась, задействовалась, ну, не только в Крыму, она задействовалась и вот, в этих мусульманских, ну, вот, докуда дошли, там, до Кавказа, там много было, ну, относительно много было глаборационистов из числа вот этих тюркских, да, народов. Там, конечно, исламская карта использовалась во всю, вообще, у ислама с нацистами хорошие отношения, традиционно, значит, складывались, некоторые там объявляли Гитлера как внешний мантом, у них, вот, это еще с Первой мировой войны идет, и даже до. Ну, это как-то не совсем наша тема, то есть, вот эта специфика. Если говорить про, ну, все-таки основное, население все-таки русское в Крыму было, ну, русскоязычное, по крайней мере, и там специфики никакой специально особой там не было, все примерно то же самое, что и в других оккупированных районах, областях, территориях, ну, РСФСР, скажем, ну, и Белоруссии. Вообще, надо сказать, что эти все основные тезисы, они же повторялись. Более того, если мы говорим об антисемитской пропаганде, ну, например, плакатной, да, или, ну, плакатной, к примеру, плакаты висят, значит, более того, там не было даже разницы между антисемитской пропагандой, адресованной, к примеру, французом, бельгийцем, там, каким-нибудь, ну, население Европы, и украинцем, русским, эстонцем, прибалтым. Одни и те же плакаты, просто другой текст на соответствующих языках. То есть, где-то они это оптимизировали, ну, ведь штаты-то были достаточно небольшие, тисность, рот пропаганды на начало войны с Советским Союзом была всего лишь 3500, ну, иногда даже называют 2500 человек, это совсем немного по меркам вообще оккупированных территорий. Почему ему потребовалось прибегать к помощи вот этих добровольных помощников? Вот по Крыму. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос о особой, ну, там, сверхспецифики, за исключением вот этого вот крымского-татарского фактора, который отдельный, который мы, к сожалению, специально не рассматриваем, все-таки это за рамками нашего исследования. По русскоязычным там не было.